Улицу Станкостроителей в Иванове могут переименовать в улицу имени Владимира Кабаидзе. Поводом для таких разговоров в интернете стало заявление депутата областной думы Александра Фомина. В своих социальных сетях он неоднократно отмечал, что следует увековечить память почетного гражданина города. Впрочем, пользователи всемирной паутины восприняли его идею слишком буквально. В Иваново целая плеяда, громких имен, которые создавали станки под руководством Владимира Павловича. Каждый из них, пройдя по улице Станкостроителей, может с правом считать, что это улица в честь его. Поэтому просто заменить улицу Станкостроителей на улицу Кабаидзе, я считаю, что это было бы неправильно. В 60-х годах прошлого века Владимир Кабаидзе встал у руля завода тяжелого станкостроения. Его усилиями металлообрабатывающая отрасль в Иванове вышла на новый уровень. А количество рабочих мест для мужчин резко возросло. Владимир Павлович Кабаидзе – это почетный граждан города Иваново, герой социалистического труда, человек легендарный, сумевший в условиях советской плановой экономики сделать завод тяжелого станкостроения, узнавая его не только по всему Советскому Союзу, но и за пределами нашей страны, в Европе, в мире. Станки продавались и пользуются большим успехом. На сегодняшний день в Иванове пять улиц, названных в честь почетных граждан. Чтобы запустить процедуру переименования, инициативная группа должна подать заявку в комиссию по топонимике при администрации. Окончательное решение принимает Городская дума. Перед ней и встанет вопрос о целесообразности смены советского названия. Улица получила свое название в 1965 году. Видимо, она тогда мыслилась как потенциальный проспект. И тогда получалась бы такая интересная треугольная связка от строителей, текстильщики, станкостроителей. Три основные, пролетарские, основные профессии для мужчин города Иваново. Нового Иваново, подчеркиваю, Иваново 60-70-х годов. Улица станкостроителей имеет довольно большую по ивановским меркам протяженность – более 5 километров. Несмотря на это, жилые дома на ней можно пересчитать по пальцам одной руки. В любом случае, даже если решение о переименовании примут торопить граждан с переоформлением документов, никто не станет.